Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами приближаемся к празднику Пури. Перед праздником Пури, Шаббат, читает особую главу «Помни, что тебе сделал Амалек, Амодок». Что за такой народ, который нужно вечно помнить и с поколения в поколение не забыть, что он тебе сделал, ненавидеть и пытаться уничтожить? Что это за народ такой? На протяжении всей еврейской истории было столько народов, которые пытались нас уничтожить, но никому из них у нас нет такой ненависти, как Амолеку. Нигде нету заповедей ненавидеть, наоборот. Даже египтяне, поколение, кто был их родителям, нас не интересует. Нас интересует, что они сейчас, что они представляют собой сейчас. И другие народы тоже. Но Амолек, неважно кто, из поколения в поколение, это особый народ, который не должен быть. Почему? Что есть в этом народе? Даже фашисты, не дай бог, которые нас убивали, их потомки нету митцвы, их потомки нету митцвы, их уничтожить. Если они не идут по пути, своих родителей нету заповедей их ненавидеть. Мало лишь того, наоборот, это вызывает какое-то уважение, что они ушли с этого кровавого пути. Что получается? Что у нас генетический враг, это только один, Амолек. Что за такой враг, Амолек? Пишется, что Амолек пришел издалека. Вообще история этого народа. И напал на нас, на отставших. Он не принес нам такой физический урон, как фашисты. Он не принес нам такой физический урон. Он не принес, как египтяне, как другие народы. Мы с ним воевали. Это народ, который на нас напал. В чем отличие этого народа? Что этот народ так или иначе не соприкасался с еврейским народом вообще. Само существование еврейского народа где-то в отдалении от него уже вызывало у него ненависть. Народ, который ненавидел нас из поколения в поколение, который ненавидит в генетическом уровне. Потому что у него есть ненависть к Богу. Потому что этот народ, олицетворение зла. И это зло он выражает тем, что он хочет нас уничтожить. Потому что мы олицетворение добра. Вот такое противостояние. Мы не шли по его территории. Мы не взаимодействовали с ним никак. Мы не трогали его. Он пришел, чтобы с нами воевать. Всевышний сказал, что он воюет против меня. Почему против меня? Потому что евреи это народ Бога. В наше время нет физического омолока. Мы не можем понять, кто это и что это. Растворившийся народ. Есть люди, которым выглядит как омолекитяне. Потому что ненависть их тоже ничем не объяснить. Она появляется из места в место. Скажем, к примеру, Гитлер. Он говорил, что надо убить евреев до третьего колена. Не оставить никого в живых. Его спрашивают, почему? Ведь есть евреи уже как немцы. Они симилировали. Он говорит, нет. Если мы их не убьем, то потом родится в третьем поколении, после четвертого поколения, какой-то еврей, который вернется к своим корням. Он станет таким евреем, как мы с вами. И поэтому нужно уничтожить этот народ. И поэтому для него это было важно. И я считаю, что нападение на все страны, он хотел, чтобы решить окончательное решение еврейского вопроса. Чтобы уничтожить наш народ. Это тоже одна из причин. Это мое мнение. Тем не менее, мы не говорим, что те потомки, которые были, мы должны их убивать. Если они раскаялись. Кстати, скажем так, Германия это единственная страна, хоть как-то извинилась. Хоть как-то извинилась. Другие страны вообще многие не изменились. Не извинились. Да, то есть, не считали вообще ничего. И когда мы об этом говорим, мы видим, что это есть такое. Теперь мы знаем, что прямым потомком Амолика был Аман. И когда Мардахай отказался ему поклониться, он захотел уничтожить всех евреев. Спрашивают Любавич Киреба, почему он захотел уничтожить всех евреев. Почему ему недостаточно было уничтожить Мардахая. Это свой враг, уничтожь его, не дай Бог. Почему ему недостаточно было уничтожить просто тогда? Недостаточно этого? Уничтожь родственников. Недостаточно этого, уничтожив евреев города. Недостаточно этого еще больше. Ну, чтобы для него было важно уничтожить каждого еврея. Потому что враги еврейского народа знают одну вещь. Что еврейский народ, он один. Несмотря на то различие, где он не находится, еврейский народ один и един. И поэтому, если остался где-то какой-то еврей, то это связано с тем евреем, которым он что-то сделал. Мы знаем это на судах, которые были. Очень интересная фраза, которые были на суде, по-моему, Бейлиса. Да, Бейлиса, по-моему. Там был какой-то священник, который обвинил евреев, сказал, что в Талмуде вашем пишется, что можно ненавидеть неевреев. Спросили, как можно ненавидеть неевреев? Где это такое? Он ему сказал, смотри, говорит, пишется, что «Атем не крои бне Адам». Вы названы человеком. Да? Адам. А другие народы не названы. Значит, если они не названы, значит, мы не жива, значит, можно убивать. Взяли паузу и ответили ему одним вопросом. Только евреи называются бне Адам, потому что Адам пишется в единственном числе, как один человек. Доказательство этому, что когда вы обвиняете здесь одного еврея, это аукается на весь еврейский народ, где бы он ни находился. И для каждого еврея важно, потому что какой-то еврей страдает в другом месте. Как сказал Ширанский сейчас, что сейчас очень где-то убежал с Украины, они бы, наверное, мечтали быть евреями. Почему? Потому что еврейские организации сделали все для евреев, которые там находятся. В различных городах. Потому что мы один народ, сплоченный народ. Даже когда мы рассеянный, мы один народ. Это враги в нас видели, мы, к сожалению, не всегда это видим. Но враги в нас это видели. И поэтому он хотел уничтожить каждого еврея, потому что ему не важно было, где он, потому что не уничтожив Мардыхай, он не достиг бы результата. Что не скажет других. Вот я все ближе и ближе подхожу к идее, которая у меня сейчас созрела в связи с конфликтом, который происходит. Идея, которая важна для меня. Как я сказал, так или иначе, еврейский народ взаимодействовал и как-то сталкивался с разными народами, где бы он ни находился. Существовал антисемитизм, связанный с Гаутом. Нас не любили. За то, что мы евреи. Нас обобщали. Врагов у нас было очень много. Пытались уничтожить. То есть из поколения в поколение. Находили причину для этого уничтожения. Но в любом случае, так или иначе, они с нами взаимодействовали. Екатерина сделала черту оседлости. Для того, чтобы евреям было тяжелее торговать, а их купцам лучше. Тоже можно как-то оправдывать. Она себя оправдывала, наверное. Были другие, которые так или иначе пытали оправдать свою ненависть к еврейскому народу. Один из них, самый страшный, допустим, антисемит для меня. Это Сауженицын. Сауженицын пытался оправдать ненависть к евреям русского народа. Он приводил тысячу вещей. Одна из вещей, как вы знаете, это знаменитая книжка «200 лет вместе», который Сауженицын говорит страшные вещи. И он приводит, что евреям дали землю, они вместо этого начали алкоголь делать. Поэтому русские человек не научат, спаривают еврейский народ или еще что-то. А когда уже коммунисты пошли, и там сплошные евреи, тогда, конечно, можно их всех убивать. Но почему наши антисемиты не воспринимали нас как отдельных личностей? То есть гражданин России такой же. Он здесь вырос, родился, все. Нет, он еврей. Он не такой, как мы. Он еврей. Или другое. И надо вспомнить антисемитизм Николая, который ненавидел нас и давал спокойно случаться погромов и не наказывал погромчиков. Другие антисемитизм, который проходил по всему миру, начиная от инквизиции. Почему у нас нет заповедей ненавидеть католиков, католицизм, который сделал инквизицию, убивал нас пачками, лилась еврейская кровь, ручил. То есть нигде этого нет. Возьмем Украину, там, где я родился. На этой земле проливалось очень много еврейской крови. Очень много погромов было. Разных погромов. Вот во времен Богдана Кмелицкого, когда его войско творило то, что невозможно сказать. До других времен. Да, я честно скажу, когда я там находился, когда я там вырос, я видел этот антисемитизм. Я ненавидел бывший совок, потому что там нас не любили. Нас ненавидели. Хоть я и вырос при перестройке, но нас тоже не любили там. Был антисемитизм. Даже в Одессе, где его было не так много, это было четко. Даже в школах. Даже все, сколько раз приходилось драться за то, что ты еврей. Нас обобщают единым народом. От того, что продлилось на этой земле много крови. И много людей на территории постсоветского пространства было пособниками нацистов. И это не только на территории Латвии, или на территории Польши, или на другой территории. Неизвестно, кто больше убил. Но это было на разных территориях, в том числе на территории Украины. Это было на различных территориях. Ненависть к евреям была на различных территориях. Не было территорий, в которой не было ненависть. Где-то больше, где-то меньше, где-то так, где-то так. Были и хорошие люди, которые спасали, помогали. Такие люди есть всегда. Но очень интересный факт, который я хотел сказать, что та Украина, которой я жил тогда, и Украина сейчас самостоятельная, которая, дай Бог, будет жить, это две разные Украины. Две разные Украины. Почему я так говорю? Потому что я это видел. Я там был. И многие мои друзья видели. Сказать, что там нет антисемитизма вообще, невозможно. Потому что покажите мне место, где его вообще нет. Сказать, что там его стало больше, это не так. Это не так. Когда такое возможно, что президентом выбрали еврея этнического? В России такое возможно? Не уверен. Выбрали этнического еврея президентом, несмотря на то, что он еврей. Как говорила дочка Райкина, она говорила, даже они простили тебе то, что ты еврей, благодаря твоему великому таланту. Да, то есть, когда Райкину вручали награду, да, тот человек, который вручал в награду, когда микрофон был отключен, он говорил, сука жидовская, да, ты все равно сдохнешь. И говорил ему гадость. Да, то есть, он его ненавидел, потому что он еврей. Карцер должен был поменять фамилию, потому что невозможно было выступать. Если мы возьмем городок Советского Союза, не Украины, поверьте мне, а Советского Союза, ему пришлось поменять фамилию. Да, то есть, и любых других, которые меняли фамилию для того, чтобы им дали выступать. Дело врачей, которое было устроено Сталином, Махш, может, в его могиле там переворачивался. Другие вещи, другие погромы, другие вещи, которые нас ненавидели. При Советском Союзе, несмотря на то, что евреям было при Советском режиме жить проще, чем при другом режиме, в котором нас просто уничтожали, да, тем не менее, от того, что на этой земле или на другой земле пролилось много еврейской крови, и даже, если были люди, которые участвовали в пролитии этой крови, если сейчас они другие, и они изменились, то у нас нету заповедей ненавидеть их. Это раз. Вторая вещь, которую я хочу сказать, пишется, что перед приходом Машеха изменятся люди. Изменятся неевреи. Не будет такой ненависти, по которой будут судить нас по одному еврею, а по другому. Да? Скорее всего, что это еще осталось. И у нас, наверное, у меня на патологическом уровне есть такое, да? Потому что, когда Зеленский стал президентом, я был очень против этого. Почему? Потому что еврей. Все беды потом кинут, скажут, вот эти евреи. Посмотрите, на протяжении всей истории все время подчеркивали, что еврей, когда только был плохой. Когда был хороший, когда он левитан, художник, да? Он еще плохой, он хороший, он русский художник. Помните знаменитый анекдот, когда еврейский мальчик приходит домой и говорит, мама, меня обозвали грязным евреем. Мама говорит, не волнуйся, ты будешь грязным евреем в школе, потом в институте, потом в аспиранторе, потом в профессоре, а потом ты будешь великим русским ученым, да? То есть мы становились великими русскими учеными, а до этого были грязными евреями. И это было повсеместно, на разных территориях, особенно, ну, почти на всей территории Советского Союза. Да? Почти на всей, я говорю. Слава Богу, в Казахстане такого не было. Ну, люди рассказывают, что не было здесь антисемитизма. Но тем не менее, еще раз я говорю, что от того, что эти люди когда-то нас ненавидели, или их родители нас ненавидели, пишут, что перед приходом Ашеха даже те люди, которые, не дай Бог, нас убивали, они будут себя по-другому вести. Они нас зауважают и будут по-другому к нам относиться. Да? И это сейчас видно. Это сейчас видно, потому что я, мои родители, мои близкие люди всегда боялись, что еврей будет занимать какую-то должность, потому что потом скажут плохие евреи. Тенденция эта проходит. Я не сказал, что нет антисемитизма. Я не люблю, не то, что не люблю, ненавижу, когда называют улицу Бендера. Несмотря на то, что он на украинцев герой. И они не видят в нем того Бендеру или тех Бендеровцев, которые когда-то убивали евреев. Да? Они видят в нем того Бендеру, который пытался сделать самостоятельное государство. Они видят в нем того Бендеру, который сначала пошел с фашистами, а потом пошел против них и за это был убит. Я никогда не буду идти и не плеваться, когда я иду по улице Шухевича. Но при всем при этом я могу спокойно идти по этим улицам и знаю, что здесь нету такого антисемитизма, о котором кто-то пытается сказать. И я уверен, что с каждым годом все лучше и лучше. 180 равинов, посланников в различных городах живут, процветают, еврейские общины процветают, открываются еврейские рестораны кошерные, открываются синагоги. Открывались в Украине до русского мира. Открывались другие вещи. То есть еврейские, мои дети хотели жить в Киеве. В Днепропетровске вообще еврейский мир был. Это вообще что-то особое. Гостиница, культурные центры, целые эти вот дома, в которых там было приятно находиться. Это было особое место. И сейчас, наверное, еще будет с Божьей помощью особое место, где там лифт шабатний есть, гостиница шабатний, самый культурный центр. Где ты заходишь в торговый центр в Украине, чтобы когда-то такое было, я не мог себе это представить и мечтать о таком, что ты можешь зайти в торговый центр, кроме того, что ты можешь зайти как еврей. Там стоят проспекты Отори, проспекты для семи народов. Это стоит в центральных торговых центрах. И никто это не трогает. И никто этому не возмущается. Да, был момент, когда прокинули Ханукию, какой-то придурок. Его наверняка найдут, накажут, если не полиция, то евреи накажут, но не важно. Да, могли сказать, да, какой-то ненависть у кого-то была, но я вижу своих одноклассников, своих друзей, людей, которые там живут. Я там хожу, я вижу, что это две разные Украины. Это Украина, в которой хочется приехать, жить, там приезжают израильтяне, там приезжают другие люди. Там нету вот этой ненависти. Я говорю там на русском языке с людьми. Я говорю здесь с послом украинским на русском языке, с консулом украинским на русском языке. Да, и я жалею, что я плохо говорю на украинском. Да, то есть, окей. Вообще, пишется про язык, когда мы говорим о языке. Человек, который, я не помню, кто это написал, человек, который живет в стране и не знает своего языка этой страны, он турист. Поэтому, если ты не хочешь быть туристом, учи язык. Ты не можешь выучить язык, выучат твои дети. Украинский язык несложный, довольно несложный и красивый. Я слушаю сейчас радио на украинском языке. Да, красивый язык. И живешь там, имеешь право, они имеют право, это их государство. Они строят свое государство. Говорят, что там есть нацисты, бендеровцы, да, националисты. А сколько эти националисты заняли на выборах? Сколько они выиграли на выборах? Полтора процента. Они не прошли в парламент. Вот эти ультраправые, их меньше, чем в Германии, наверное, и в других странах их меньше. И, наверное, в России меньше в глубинках, чем в глубинках России этих националистов. А, они ходили с маршем Бендера, так они Бендера считают своим освободителем. А, у них они ходили, потому что есть свобода. Есть свобода. А когда католики говорят там Сильвестр, который убивал евреев, что теперь католики наши антисемиты и надо их теперь убивать за то, что они говорят там Сильвестр или еще кто-то святой, который убивал евреев? Я скажу, не было ни одного гетмана, при котором меня убивали евреев. Окей, но сейчас другая Украина. Это другая Украина. Я видел эту другую Украину. Я находился там. Мой двоюродный брат там жил. Там раввины живут. Там процветает еврейство, процветает еврейство, процветало еврейство. И это было спокойно и уважительно, с уважением. И когда была эвакуация, сопровождала полиция, и она была организована, и отношения не делят там евреи или неевреи. Несмотря на то, что еврейскому народу там намного легче жилось, потому что много спонсоров, много там богатых евреев, как вы знаете, которые даже спонсировали много чего в Израиле. И Украина впервые выбирает президента еврея. Если мы говорим, что они антисемиты, что они фашисты, как они могли выбрать этнического еврея президентом, который не скрывает, что он еврей, и гордится тем, что он еврей. Я сейчас слышал новости, когда была война, как они нас называют фашистами, если мы выбрали этнического еврея, и мы ему доверяем, мы доверили ему страну. О чем вы говорите? Они говорят. И здесь мы видим изменение тенденции во всем мире. Во всем мире изменение тенденции. Если раньше один еврей, все говорили, сейчас так не говорят. Они чувствуют, что мы один народ. Но тем не менее, возьмите Соловьева, у которого мама еврейка, он кричит Гордону, который еврей, что ты не настоящий еврей. Кричит с русского телеканала. И никто не говорит, что вот эти евреи там, вот этот Соловьев. Мне больше страшно, что Соловьев, он еврей. Не хотел бы, чтобы он был еврей, но так получилось. Мне страшно, когда там выступает Кедми и говорит какие-то вещи, иногда умные, иногда такие тупые. Иногда это вот, не люблю его. Не люблю его. Окей. Когда он говорит что-то, выступает вместе с Соловьевым на пару, и не скажет украинцы, вот эти евреи, вот же это не евреи, это из-за них у нас война началась. Из-за его пропаганды, из-за этой еврейской пропаганды, это же этот еврей сидит и там дряндит, дряндит, что все там эти бендерцы и все остальное. Когда ты слышишь Якубовича, который вообще непонятно откуда свалился и говорит, фашизм это плохо. Да, фашизм это плохо. Их и в Украине не любят. Да? Тогда это становится страшно. Когда люди поднимаются, и под эгиды, всегда поднимались под какими-то лозунгами. под лозунгами в Львове всегда много крови. Да? Я хочу сказать одну вещь. Сейчас очень парадоксальное время. Какое парадоксальное? Представьте себе. Россия обвиняет Украину, что там бендеровцы, неонацисты и так далее, и так далее. И идет убивать, потому что они фашисты. Что говорят украинцы? Украинцы кричат оккупанты, фашисты русскому солдату. То есть, если бы для них фашист был идеал, они бы назвали русского солдата фашистом? Да включите любое видео, где там полно на украинских городах выходит протестов и кричат фашисты, фашисты кричат русским. Значит, фашистов они не любят? Кого они? Друзей? Может, так с их с лицами встречают? Говорят, фашисты дорогие, идите к нам. Да? Нет, они кричат им фашисты, потому что бьют по городам и так далее, и так далее. Не хочу говорить здесь политкорректно, как говорится. Они не говорят этого. Значит, мы видим новую тенденцию. Фашистов ненавидят ни там, ни там. Это классно. Да? То есть, эти называют фашистами, этих, эти называют фашистами, этих. Но это не классно, потому что они еще при этом убивают. Да? Я... Мне жалко русского солдата, который заходит туда с опьяненной головой, которому говорят одно. Мне жалко украинского солдата, который сражается за свою землю. Да? Мне жалко мирное население, которое жило и процветало в этой стране, которое пыталось развиваться, училось демократии, училось жизни. Да? Могла высказать все, что она хочет. Мне жалко. Мне очень больно за эту страну. И мне действительно сейчас стало приятно, что я родился в этой стране. Да? То есть, если до этого я родился, считал, что я родился в месте, где проливалась еврейская кровь, сейчас я говорю, что я родился в месте, где сейчас процветает еврейство, процветало еврейство. Где сейчас было гордо говорить, что они евреи. Да? Где сейчас это прекрасно было быть евреем. И свободно было быть евреем. И поэтому я надеюсь, что Украина восстанет такой, как минимум, как она была, еще больше. Я уверен, что после этой войны ни одного фашистского флага никогда не появится, потому что фашисты олицетворение зла как со стороны любого нормального украинца, 90% украинцев ненавидит, как и со стороны российского человека. Тем не менее, я хочу сказать, я свидетель того, что Украина процветала. Я свидетель того, что на Украине еврейские организации процветали. Я свидетель того, что антисемитизма стало намного меньше. Я свидетель того, что мои друзья не евреи там живут. Я свидетель того, что я прекрасно с ними общался. Я свидетель того, когда соседи улыбались, когда ты заходишь, когда не было этой ненависти. Да, бывало что-то. Но мы, рожденные в Советском Союзе, видят. Я помню, когда в Москве мне говорили жить. Недавно относительно. Помню, на улице. Хотя это тоже поменялось. Да, хотя там тоже можно спокойно ходить. Нету ни там, ни там. Слава Богу, мы в новом мире живем. Обидно, когда прикрывается. И обидно, когда молчат. Да, дай Бог, чтобы наконец-то у людей открылись глаза, и они увидели правду. Потому что правда, она режет глаза, она открывается. И с Божьей помощью, чтобы Всевышний послал мир. Да, и как пишется, Пурим, время Пурима. Я не беспокоюсь, только потому, что это время Пурима. Да. Я надеюсь, что все плохое из этой войны перерастет в хорошем. Что я вижу в этом хорошего? Что после этой войны все будут ненавидеть нацизм как идею. Никто не будет, все будут ненавидеть как поднятие одной идеологии, одной расовой принадлежности на другой. Да, как это со стороны украинцев, украинцев, как это со стороны русских, потому что все ненавидят это. Нормальный человек ненавидит, когда убивает невинных людей. Нормальный человек ненавидит, когда сжигает людей. Нормальный человек ненавидит, когда происходит беззаконие. И это мы видим, потому что мир меняется. Это другое время. Это время перед приходом Машеха, когда люди изменились гораздо. Я хотел подчеркнуть, что в прошлом году меня пригласили на годовщину Баби Ваяра, памяти Баби Ваяра. Та Украина, которую я видел, собрала все еврейские организации, не только. И сделала это большим днем траура. Я слышал те слова, которые говорил там Зеленский, которые говорили там другие политики. Я видел отношения с уважением и со связами людей, как можно убивать невинных людей, которые на этой территории убивали. Я видел, как относятся к Баби Муяру трепетно многие люди, когда я приходил там с родителями, как ходили простые украинцы. И не только, и смотрели. И я видел, что они были грустные, у них лились слезы. Я видел то, что произошло, перемену эту сумасшедшую. А в Советском Союзе пытались забыть, что такое Баби Яр. Пытались не говорить, что там евреи. Это та армия, которая потом это заставляла делать. Это те вещи, которые были. Это тот режим советский, который воевал с фашизмом. Не хотел, чтобы там упоминалось вообще понятие евреи. Который не хотел памятник делать, пока один не еврей стих не написал. О чем мы говорим? О чем мы говорим? Какой ужас, который происходит. Что пережили еврейские беженцы? Что пережили люди, которые в Харькове бомбят? Что пережил бедный Харьков? Что пережили другие города? Да. Национальная идея, это националистическая идея, это страшная со всех сторон. И об этом говорят, как и украинцы, как и русские. Только каждый видит это по-разному. Дай Бог, чтобы увидели правду. Дай Бог, чтобы эта война прекратилась. Дай Бог, чтобы Украина настояла и стала еще больше независимым государством. Еще больше процветающим государством. Еще больше государством, в котором любой гражданин этой страны имел равные права. И было отношение между людьми. Люди сплотились там. Как один народ не делят на евреев и не на евреев. Не делят на украинцев, русских, которые живут в Украине. Потому что все они вместе. Сейчас они все вместе. Я это вижу. Я это чувствую. Я вижу родной город Одессы, когда там полный военкомат. И люди пытаются идти на фронт. Да, многие уезжают. Уезжают, которые не хотят воевать. Война это опасно. Не все готовы, не все умеют. Их не осуждают. Да. Но я вижу, что военкоматы, люди хотят защищать свою землю. Им есть что защищать. Им есть что терять. Иначе бы они не пошли. Любимый город Одесса людей ждет, чтобы отражать врага. Все готовятся к нападению. Все боятся бомбежки. Дюка укутывают, чтобы его, не дай бог, не разбомбили. Как в 1941 году стоят заграждения возле оперного театра. Если он не возьмет, он начнет бомбить его. И одесситы ему не простят. Мариуполь, который разбомбили полностью. Мои дети, которые были в Киеве, должны были бежать в укрытие постоянно. От чего? От кого? Не дай бог. Простите, что пришел на политическую тему. Очень больно. Да, очень больно. Да, это мое личное мнение. Дай бог, чтобы был мир там. И для меня это очень важно. Спасибо. Спасибо.